Если вы заболели, то нужно лечиться, а если вы не заболели, то нужно сделать профилактику. Итак, мы сегодня с вами приготовим лекарство, которое не только от кашля и простуды, но еще и просто очень полезное для всего организма. Сейчас на улице мокрый снег, слякость, очень многие болеют простудой, гриппом и разными простудными заболеваниями. А мы сегодня возьмем и покажем фигу всем этим заболеваниям. В состав этого лекарства входит всего три ингредиента. Имбирь. Хорошо пить при простудах и кашле. Он хорошо помогает иммунитету, поскольку очень благоприятно действует на кишечник. Мы сейчас очистим весь имбирь, который есть, а используем только часть. Вторую часть положим на хранение. Еще в наше лекарство входит лимон по той простой причине, что в нем очень много витамина С, который в свою очередь способствует укреплению иммунитета. И таким образом делает лимон хорошим помощником в борьбе с простудой. И, конечно же, мед. Он хорошо помогает при воспалительных процессах в организме и оказывает оздоравливающее действие на дыхательную систему. Таким образом мы получаем все, что нужно нашему организму во время простуды. Мы порезали имбирь кубиками. Можно его также натереть на терке. И теперь мы сложим его в панночку. Не весь, а только часть. Оставшийся имбирь нужно сохранить. И самый лучший способ это отправить его в морозилку. Мы положим оставшуюся часть в формочки для льда. И сверху оденем пакетик и заморозим. Можно будет брать частями. И слегка утрамбуем. Дальше мы вымоем лимон и порежем его на крупные дольки вместе с цедрой. Разрезанный лимон также отправляем в банку к имбирю. Ну и теперь остался мед. Положим 2-3 столовых ложки меда. И теперь мы будем настаивать наше лекарство. Двое суток в холодильнике. После того, как наше лекарство настоится, в нем образуется много сока сиропа, который будет очень благотворно влиять на наше горло. И дыхательные пути. Я решила добавить еще немного меда, потому что мне показалось, что мне меда маловато. И ставим в холодильник на 48 часов. По истечению этого срока лекарство готово. Сок мы принимаем по ложечке по чайной. Каждые 2-3 часа. А из лимона с имбирем и медом делаем чай, но только заливаем его не кипятком, а градусов 70. Это будет очень вкусно и полезно, теплое для бронхов и для горла. Когда вы увидите, что ваше лекарство заканчивается, то вы еще приготовьте следующую порцию из свежих ингредиентов. Но лучше не болейте, а просто принимайте этот очень приятный напиток и это природное лекарство просто для иммунитета. Продолжение следует... Продолжение следует...